Девушки отдыхают И пусть эти поздравления услышат в Калининграде, в Владивостоке и в Сочи Ведь наша страна такая огромная И благодаря спутнику Триколор сейчас все узнают детские новости Чувашской Республики Сегодня мы выясним, все ли люди помнят произведения Александра Сергеевича Пушкина Будем собирать кучу мягких игрушек Познакомимся с четвероногими чемпионами И будем задавать вопросы Дмитрию Маликову А знаете ли вы, ребята? Что означают цвета российского флага? Белый – цвет мира и совершенства Синий – цвет верности и веры А красный цвет говорит о силе и энергии нашей страны А еще показывает, как много крови было пролито за наше Отечество Нет края на свете красивее Нет Родины на свете милей Россия, Россия, Россия Что может быть сердцу милей? Россию, как синюю птицу, тебя бережем и чтим А если нарушат границу, мы грудью тебя защитим Если бы нас спросили, чем дорога вам страна? Да тем, что для всех нас Россия, как мама родная, одна Прекрасные стихи Владимира Гудимова В нашей стране вообще много великих поэтов И самый известный, безусловно Александр Сергеевич Пушкин Знать его стихи должен каждый уважающий себя россиянин Мы решили провести журналистский эксперимент И выяснить, помнят ли чебоксарцы знаменитые строчки Кстати, день рождения Пушкина тоже в июне 6-го числа Пушкин – гениальный поэт Многие отрывки его произведений стали крылатыми фразами И постоянно употребляются в нашей речи Люди даже могут не знать, что они из произведений Александра Сергеевича Но говорить С корабля на бал не зарастет народная тропа И гений чистой красоты Ценсировать Пушкина начали, когда в печати появились его первые произведения Мы предложили чебоксарцам продолжить знаменитые строчки Свет мой зеркальце скажи, да всю правду доложи Кто на свете с тех милее? Кто красивее и добрее А ты знаешь, кто сочинил эти строки? Да, это из сказки про белоснежку Которую кто-то написал Свет мой зеркальце скажи, да всю правду доложи Я не помню Яль на свете всех милее, всех прекрасней и милее Яль на свете всех милее, всех румяней и белее Я помню чудное мгновение Передо мной явилась ты, как мимолетное мгновение, как гений чистой красоты Александр Сергеевич Пушкин Я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты Как мимолетное видение, как фея чистой красоты А помните ли вы, кто это написал? Вот это тоже не знаю Как мимолетное видение, как гений чистой красоты Не помню дальше Старшая, там что-то такое Три девицы под окном, пряли поздно вечерком Кабы я была, царица говорит, одна сестрица просила Пушкин Три девицы под окном, пряли поздно вечерком Кабы я была, царица молва первая сестрица, час, я помню Мороз и солнце, день чудесный Я не знаю, простите А вы знаете? Что-то там друг прелестный А автор не помните? Пушкин Продолжи, пожалуйста, строчку стихотворения Мороз и солнце, день чудесный И что ты дремлешь, друг прелестный Автор? Пушкин Еще ты дремлешь, друг прелестный А автор кто? Пушкин Мороз и солнце, день чудесный Еще ты дремлешь, друг прелестный А кто написал? Пушкин, конечно Они жили в веткой землянке ровно Честно, такого не слышала Они жили в ветхой землянке ровно Сказка о рыбаке и рыбке, но не помню Дальше продолжение Они жили в ветхой землянке ровно Не знаю Они жили в ветхой землянке ровно 33 года Они жили в ветхой землянке ровно 30 лет и 3 года Ветер, ветер, ты могуч Ты гоняешь, стоит туч Ветер, ветер, ты могуч Ты гоняешь стаи туч? Ты гоняешь стаи туч? Ты гоняешь стаи туч? А кто написал? Александр Сергеевич Пушкин. Продолжи, пожалуйста. Сказка ложь, а в ней намек. Я не знаю. Сказка ложь, да в ней намек. Добрый молодцы мурок. Без пушкинских выражений наша речь была бы похожа на черно-белую фотографию. И мы очень рады, что у половины опрошенных нами людей язык яркий и разнообразный. Ну что, ребята, признавайтесь. Есть среди вас герои, которые уже начали читать заданные на каникулы книги и решать задачи и уравнения. Смотрите, не тяните до последнего денька. Так можно все буквы и цифры забыть. В каждом учебнике по математике есть задания со звёздочкой. Ну, те, над которыми голову надо поломать. А у нас в программе есть сюжеты со звёздочками. Точнее, я бы сказал, со звёздами. Бораться за них иногда бывает даже страшно. Герой следующего материала – известный российский композитор и певец Дмитрий Маликов. И нашему корреспонденту Валерию Титарчук удалось задать ему несколько вопросов. Сейчас здесь появится открытие клубной музыки этого года. Замечательная, неотразимая. Ди-джей-звезда! Поприветствуем и аплодисменты! Привет, Шмарсоя! Сразу две звезды на одной сцене. Девочка-подросток, у которой в наушниках постоянно поп и рэп. И чародей, который очень хочет, чтобы современные ребята слушали и слышали классическую музыку. Вы кто такой, дяденька? И что вы здесь делаете? У нас сегодня клубная вечеринка. Вечеринка! Дяденьку зовут Дмитрий Маликов. Автор идеи спектакля сыграла главную роль. Весь вечер Дмитрий пытался доказать юной звезде, что именно классическая музыка дарит истинное удовольствие и живёт веками. Спор поколений помогают разрешить великие композиторы и музыканты. Бах, Бетховен, Моцар и даже Майкл Джексон. Они рассказывают историю своей жизни, а заодно и мировой музыки. Основная идея в том, что нужно очень много трудиться, работать в жизни, чтобы чего-то добиться. Как это делали великие композиторы через преодоление сложностей, трудностей, недугов, физических, моральных. Их жизнь была очень непростая. Тем не менее, они достигли бессмертия за счёт того, что они колоссальные трудяги. Колоссальные трудяги и артисты спектакля. Они объездили уже полстраны. В каждом городе устраивают благотворительные концерты для детей из интернатов. А потом ещё и отвечают на все вопросы журналистов. У вас спектакль про сопротивление двух поколений и конфликты. У вас часто в семье происходит подобное? Ну, нет, не часто, но происходит, потому что, безусловно, дети не всегда понимают родителей. Родители не всегда идут навстречу, возникают споры. Но это нормально. Изменила ли вас карьера? Ну, я думаю, что мы каждый день меняемся. И все люди, и всё, что с нами происходит, всё нас меняет. Вопрос, чтобы это происходило в лучшую сторону, чтобы мы оставались добрыми людьми, которые готовы в любой момент прийти на помощь друг к другу. Это самое важное. Нотки добра слышны из спектакля. Ну и, конечно, он очень познавательный. Я, например, узнал, что музыка Моцарта лечит, что даже коровы дают больше молока, если рядом звучит знаменитая сороковая симфония. Я был одержим музыкой. Теперь живы все. А это вот последняя мелодия. Что по-твоему? Да мало ли какие басы сэмплов у них есть. Это Моцарт? Да. Сороковая симфония. Соль минор. А вот история седьмой симфонии Шостаковича вызвала слезы в зале. Ведь впервые ее исполняли в блокадном Ленинграде. Чудом выжившие, обессиленные люди. Они пришли на помощь артистам оркестра, которых до войны было сто, а осталось лишь пятнадцать. Говорят, что фашисты, услышав эту мелодию, поняли, войну им не выиграть. Я никогда не забуду столь необычный урок истории. Как мы учились в школе? В школе учился хорошо. Но я не был супер-гипер-отличником, но неплохо учился, занимался и музыкой, и спортом. Вообще считаю, что в таком возрасте, в котором ты находишься, можно больше впитывать в себя информацию, читать книжек, смотреть фильмы, ходить по музеям. А мы ходим и в музеи, и в театры. И теперь, благодаря спектаклю «Перевернуть игру», понимаем великих композиторов и знаем, что настоящая музыка может быть интересна людям любого возраста. Валерий Титарчук, Сергей Адушкин, Акеллбупсер. Никита, скажи, кто это? Явно кто-то знаменитый и очень важный. Эх ты! Это Александр I, российский император, который прогнал Наполеона из России. Но мы ведь еще этого не проходили. Ну и что? Люди обязаны знать историю родной страны. Вот ученики 4-й гимназии теперь будут знать всех правителей России. Ведь именно в этой школе появилась аллея правителей. 34 портрета от Рюрика до Путина. Для нас, конечно, это большой вклад, большая ценность. И вот эта галерея становится частью нашего музея. Проводить уроки истории теперь можно не только в кабинете, но и в коридоре. Информация, поданная в необычной форме, всегда хорошо запоминается. А если ребята еще и экскурсии сами проводить будут, то она всю жизнь запомнит всех правителей России. Отметим, что выставку гимназии подарил благотворительный фонд «Дети отчизны. Достойная смена». Взрослые очень хотят, чтобы ученики проявили интерес к истории, гордились Россией и, конечно, от всего сердца любили Родину. Продолжаем выпуск. Впереди наша рубрика «Круг дружбы». Вместе с детской газетой «Тандыш» мы решили познакомить вас, ребята, с представителями разных национальностей, которые живут в Чувашии. Сегодня у нас в гостях две армянки. Они казанчан и вера мурухян. Здравствуйте, девочки! Привет! Как известно, у каждого народа есть свой язык, костюмы, обычаи, кухня. Расскажите, чем славится ваш народ? Армяне издавна были известны своей гостеприимностью, и по сей день искренность и доброта – это отличительная черта армян. Также армяне славятся своей кухней, и с уверенностью скажу, что армянская кухня очень древняя, и одним из известных блюд – это кифта и долма. Долма готовится из виноградного листа и фарша. Кифта – это специальная говядина, ее прокручивают в мясорубке и подают с маслом и с красным перцем. По традиции к новогоднему столу подают именно эти блюда. Армянский национальный костюм, так называемый армянский тарас, состоит из нескольких элементов. Один из основных элементов – это головной убор, который состоит из фаты, так как раньше этот костюм одевали на свадьбу. Платье состоит из двух элементов – это основа и пояс. Цвет у костюма в основном красный, но можно использовать различные ткани, так как они зависят от социального статуса. Орнамент и этнографические рисунки могут быть различными, но основа всегда должна оставаться та же. А праздники у вас свои есть? Конечно, есть. Один из самых известных праздников – это Вардавар. Это праздник, отмечаемый спустя 90 дней после Пасхи. В этот знаменательный день все выходят и обливаются водой в знак очищения. Говорят, что армяне очень коммуникабельны, то есть любят поговорить, заводить новых друзей. Это так? Да, это так. Я считаю, что вообще тяжело прожить в современном мире, не имея друзей и общения. Расскажите, какие люди прославили или прославляют вашу нацию? Мы восхищаемся творчеством народного чувашского художника. Это Михаил Грекорян. Это замечательный человек. Его картина – это рассказ о жизни, о времени, о себе. Также армяне вдохновляются творчеством французского композитора Шарля Азнавура. Я бы хотела рассказать про великого полководца Аванеса Баграмяна. Он дважды герой Советского Союза. И также немалоизвестный Монтэ Мелконян – это полководец Карабахской войны и национальный герой Армении. Если же взять кино, то могу сказать про моего одного из любимых талантливых актеров Армении – это Фрунзик Макарчан, известный по фильмам «Мимино» и «Кавказская пленница». А вам нравится жить в России? Да, конечно, нам нравится жить в России. У нас здесь есть свои друзья, знакомые и даже разные национальности. И мы здесь уже как одна большая дружная семья. Что вы можете пожелать всем жителям нашей страны в идее России? Можно даже на армянском языке. Что это значит? Это значит, дорогие граждане, мы желаем вам всего наилучшего и пусть наша страна станет еще величественнее и красивее. Также мы желаем голубое небо и спокойствия. Спасибо, что заглянули к нам в гости. Наш круг дружбы сегодня стал шире. До свидания. До свидания. День один, а поводов повеселиться много. Вот и наши друзья, юные журналисты, придумали на 1 июня новое веселье. «Куча игрушек» называется. Есть у него имя? Его зовут Миша. Миша? Миша! Это твой новый домик, отправляйся туда. Пушистые и не очень. Маленькие и просто огромные. Ребята городского детского медиа-центра «Куча мала» решили собрать вместе мягкие игрушки чебоксарцев и подарить им вторую жизнь. Акция «Куча игрушек» – это самый настоящий игрушкообмен. Теперь любой желающий может оставить в специальном домике игрушку, которую Женя играет. Ее заберет домой новый хозяин. Мне кажется, все маленькие дети захотят получить новые игрушки, тем более бесплатно. И не нужно будет ходить в магазин, тем более, когда игрушка уже пожитая кем-то, намного интереснее играть, потому что видишь, что она была кому-то дорога, зашитые уши, например, зашитый глаз. И всегда приятно такую игрушку носить с собой и разговаривать с ней. Все же понимают, что у некоторых детей нет денег на то, чтобы покупать игрушки. Им тоже хочется играть. И поэтому мне кажется, что все-таки игрушки будут приносить. В домиках-палатках собралась целая коллекция медведей. Встречались и весьма редкие герои. Так волшебник дядюшка Бух, ведущий детской программы «Бухты-барахты», принес из дома плюшевый мячик. У каждой игрушки здесь действительно своя история. Я сегодня принес детям игрушки вот такие вот. Это был мистер-карандаш и обезьянка-сердечко. Нет, их было не жалко, потому что и так у нас дома их очень много. И куда-то их надо девать. Я очень любил этого мишку, играл с ним, даже иногда спал. Но однажды, когда мне папа подарил большую-большую машинку, я забыл про этого мишку. И он мне стал, наверное, не нужен. Рекордсменкой праздника стала второклассница Даша Шоколева. Она принесла из дома 36 игрушек. Я забрала немного игрушек у бабули, а в основном все игрушки у меня были. Все собранные игрушки мы разделили на три части и увезли в Музей истории трактора, в Парк Николаева и в Лакреевский лес. Приезжайте туда и забирайте себе нового друга. Чтобы игрушка-обмен работал постоянно, надо рассказывать про эту акцию друзьям. Пусть тоже сдают игрушки, из которых выросли. Теперь, ребята, все зависит от вас. И у нас лишь одно стремление быть полезным в своей стране. Быть полезным в своей стране. Мария Федорова, Сергей Адушкин, Акелбупсер. Ребята, мы уверены, что у вас дома осталось еще много мягких игрушек. Не жальничайте, приносите их в парки и в музеи. Мы, например, отнесем вот этих героев. Как известно, все дети мечтают иметь собаку, но не всем разрешают ее заводить. Поэтому я уверен, что из этого щенячьего патролля вы найдете себе нового друга. Воф-воф! Да тут целую выступу можно устраивать. Этот пес может громко лаять, этот танцевать, а этот приносить тапки. Все как в жизни. Вот и в Лаклеевском лесу прошел конкурс красоты и талантов Кубок Барбоса 2017. Какие испытания ждали четвероногих участников, вы узнаете из нашего следующего сюжета. Грю и Анна Кулагина, Нептун и Алена Спиридонова, и Глесиас Николашникова Виолетта. Хаски, Спаниель, Сибернар и обычные дворняжки. Их среди участников Кубка Барбоса больше всего. И главная задача этого конкурса показать, что для дружбы не важна порода. На сегодняшний день будет представлена возможность совершенно беспородным собакам, обычным домашним принцам проявить себя, показать свои таланты. Для нас не важны титулы, регалии, документы, ученые степени и звания собак. Только любовь и талант, и безграничная преданность к своему хозяину. Все герои конкурса прошли кастинг. Для шоу организаторы отбирали самых талантливых собак. Например, Нептун – очень разговорчивый пес. Это разговорчивый пес породы кавалеркинг Чарльз Спаниель. Он уже второй в нашей семье, это же порода. Это мальчик. Он может говорить все, что угодно. Скажи, мама. Мама? Нет. Жюри оценивало взаимопонимание собаки и хозяина, совместное творчество и оригинальность. Достойно показать себя во время визитки, продемонстрировать костюм. С этими заданиями все справились на отлично. А вот конкурс «Веселые старты» стал настоящим воспитанием. Попробуй, уговори любимца пройти сквозь тоннель. А что там делать, спрашивает у тебя Лесли Карин? Есть! Получилось! Аплодисменты хаске Лесли и ее хозяйке Карине. Девочка научила щенка выполнять команды всего за четыре месяца. А еще Лесли – замечательный будильник. Она лает на будильник всегда. Я просыпаюсь, смотрю, она рядом со мной стоит и лает. Такими жалобными глазами меня смотрят. Я одеваюсь, выхожу с ней гулять. Эти собаки появились в жизни своих хозяев по-разному. Кого-то подобрали с улицы, кого-то купили на рынке, за кем-то специально ехали в питомник. Но теперь всех их объединяет главная – любовь хозяев. И здорово, что любовь и так взаимна. Маша Захарова, Расим Мухаммедов, Айфел Буксер. А теперь небольшой анонс. 14 июня с самого утра и до ночи в эфире национального телевидения Чувашия будет праздничный марафон всех наших телепрограмм. Целых два часа будет посвящено детским проектам НТРК. А это значит, что вы узнаете секреты наших коллег, в том числе волшебника дядюшки Буха. А еще именно 14 июня в эфир выйдет уникальная программа юных журналистов «Шок-шоу». Эта передача сделана только детьми. Ребята очень хотели всех шокировать. Получилось или нет? Ответить на этот вопрос вы сможете, включив наш канал в 15 часов. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте познакомимся. Да, режиссер. Я Даниил Сергеев, мэр города Пыталова. Ох ты ж. Очень приятно. У нас скоро будет праздник День города. И мне нужно устроить большой концерт. У нас в Горбе исполняется 23 года. А так вот. Сначала должен выйти Владимир Владимирович Путин. Рядом с ним буду стоять я. Это самое важное. Клуминация праздника. Потом должны летать 7 квадрокоптеров, снимать мои глаза, мои волосы, мои руки. Ну и там еще какие-то планы. Придумайте сами. Потом за нами должны выйти 3 единорога. Пробежать. А нет, не пробежать, пролететь. Пролететь 3 единорога. Потом за ними 4 танка, чтобы они как бы вщу-вщу стреляли. И ничего не разнесли. Самое главное. Потом. Так. После танков обязательно должна высветиться рада. Настоящая. Большая-большая. Прямо над всем городом. Думаю, у вас это получится. На сегодня это все. Наши корреспонденты и мы, Никита и Данила Васильевы, очень старались сделать этот выпуск познавательным и интересным. И вы тоже можете нам помочь. Предлагайте тему для сюжетов. Сообщайте новости. Звоните нам по телефону 64 11 11 и пишите ВКонтакте. Ну а нам остается пожелать всем хорошего настроения и отличных каникул. До свидания. Спасибо, что заглянули к нам в гости. Наш круг дружбы сегодня стал шире. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok